На совещании наиболее значимыми задачами, которые забланированы на ближайшие годы, глава района Алексей Валов назвал вступление муниципалитета в программу по экологической реабилитации рек и, соответственно, предстоящую очистку клязьмы. В 2019 году будет начато проектирование по тем средствам, которые уделяет Московский город. И, соответственно, до 2023 года вся река Клязьма, истока до Устья будет, соответственно, очищена. Ну, а границы нашего района обязательно. Среди текущих задач, развернувшихся в Щелкове, Алексей Валов выделил строительство набережной вдоль клязьмы, отметив, что здесь пешеходная зона появится уже в ноябре. Большая, не то что большая, а огромная капитальная работа. Бетонные работы просто колоссальны. Я думаю, что эта набережная прослужит, ну, минимум, в двух-трех поколениях еще в процессе. На совещании были названы предварительные итоги проведенного в 2018 году ремонта дорог. 750 тысяч мы сделали, заканчивая улицу Заречную. В первом ноябре она будет закончена. Из 15,5 тысяч квадратных метров сделано уже 10 тысяч. Это дополнительные средства, которые были выделены на улицу. Также отмечалось, что в 60-40 подъездах многоквартирных домов произведены ремонтные работы, причем плановое задание было расширено уже на 14 единиц, что будет выполнено в ноябре. В отношении дворовых территорий также были названы итоговые цифры. Завершено благоустройство по 51 адресу. На сегодняшний день у нас по пяти дворовых территориям охраняются недочеты и по пяти дворовых территориям подписываются акты выполненных работ. О готовности к предоставлению квартир семьям, учителей, врачей и полицейских в доме номер 29 по улице Парковой также шла речь на совещании. «Предоставлено три квартиры сотрудникам здравоохранения, три квартиры сотрудникам пожелания и две квартиры сотрудникам полиции. На этой неделе мы предоставим еще одну квартиру сотрудникам полиции, одна квартира у нас предоставлена инструкторной таллистой экспортации». Были названы социальные объекты, которые будут построены в районе в ближайшие годы. Так, помимо школ, в Медвежьих озерах и в микрорайоне Солнечный, где работы уже идут полным ходом, еще четыре школы будут построены за счет областного бюджета. Отмечалось также, что в ближайшие месяцы начнется проектирование и семи новых детских садов. Андрей Циханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».